Атмосфера праздника с первых минут в переполненном зале была, как никогда, доброжелательной, неформальной. Ведущий торжества Георгий Корчагин прочитал трогательные стихи о мамах, а приглашенные на сцену почетные гости, приветствуя ведущего, продолжили поздравлять виновниц торжества в роде. Дорогие наши мамы, жены, любимые бабушки, все, кто сегодня находится в этом зале. Каждого из нас родила мама. Каждого из нас она воспитала. Водила на ручку, мыла, купала, учила. Мне кажется, что в голове мужчины не укладывается полностью тот труд, который делают матери, воспитывая своих детей, отдавая полностью себя, оставляя за пределами свои личные интересы и посвящая всю свою жизнь, выращивая детей, воспитания, привития к ним основных жизненных навыков. И вот такой приоритет детский перед личным, он, конечно, заслуживает очень большого уважения. Я, знаете, снимаю шляпу перед всеми женщинами. Начинается парад хранительниц домашнего очага. На сцену приглашается многодетная мама. Каждой адресованы теплые поздравления, рассказы о том, каких успехов добились их дети, особенно подчеркивается роль мамы в родительских комитетах, управляющих советов учебных заведений. Наталья Алексеевна Нахимович вместе с мужем воспитывает пятерых детей. Она помогает в организации школьных ярмарок, проведении экскурсий. Дети признают мамин авторитет, любят ее и уважают. Для всех, кто собрался в этом зале, коллективный подарок. Концерт Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра под управлением дирижера Андрея Балина. Ведущий анонсирует сегодня песни только о любви. И приглашает на сцену солиста оркестра Владимира Автомонова. Звучит неповторимая, незабываемая мелодия Тихона Хреникова из кинофильма «Верные друзья». Нежный, проникновенный голос певца, знакомые слова песни подхватывают зрителей. А кое у кого поблескивают слезы. Вспоминается презентация самого первого концерта оркестра Андрея Балина. Было это пять лет назад, тоже в мечте. И сама программа так и анонсировалась, что так сердце растревожено. Это незаконченная фраза, свидетельство постоянного поиска неуспокоенности маэстро, легкого, зажигательного и обаятельного. Еще один сюрприз к празднику. В зал вносят ксилофон. Такого инструмента еще не было в оркестре. Зато есть юный ксилофонист Даниил Гуров. Он блестяще владеет волшебными палочками, может даже во время исполнения синхронно с руководителем оркестр делать виражи. Даниила можно считать членом молодежного оркестра, создаваемого в городе. «Я хочу вас поздравить с таким замечательным праздником. Пожелать вам самое главное – счастья, здоровья и терпения. Ведь это терпение уходит на нас». Еще одна отличительная особенность концерта на сцене представителей только сильной половины человечества. Исключение сделано для гостей города Этери Бериашвили. Ее выступление позволило ведущему оркестр назвать не эстрадно-симфоническим, а эстрадно-джазовым. «Я хочу, чтобы вы поаплодировали, во-первых, фантастическому оркестру под управлением маэстро Андрея Бориславовича Балина. Потому что это уникальные музыканты, потрясающие. И очень приятно выступать с оркестром такого высокого уровня. Я хочу, чтобы мы не переставали, мы, мамочки, не переставали мечтать. И переставали улыбаться, потому что проблем всегда будет очень и очень много. И наша задача с вами, своими улыбками, согревать всю семью. Семью маленькую, семью большую. Мнение о празднике было однозначным. Все не просто отдохнули, подзарядились позитиво, но и помолодели. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова